Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Программа о самых важных событиях и о людях, которые эти события создают. С вами Николай Пивненко и у меня в гостях сегодня депутат совета депутатов городского округа Люберцы, председатель правления Московской областной общественной организации «Содействие ветеранам-инвалидам наших поколений» Дмитрий Афанасьевич Кристинин. Здравствуйте, Дмитрий Афанасьевич! Здравствуйте! Добрый день, уважаемые земляки! Да. В вашем лице и с земляками, и с нами давайте пообщаемся на тему работы депутатской. Сразу же поясню, что сегодня, к слову, депутат есть... Ну, всегда было несколько отношений. То есть те, кто с депутатами сталкивался, те избиратели, проблемы которых депутат удавалось каким-то образом разрешить, они, естественно, ну, на стороне депутатов. Те, кто не сталкивался, или те, кто, знаете, как-то даже боятся обратиться, те, кто даже не знает, кто у них депутат, те, кто не ходят на избирательные участки, они, как правило, к депутатам относятся, ну, так, негативно. Вот расскажите, на сегодняшний день вы, как депутат, понимаете, что вы вряд ли будете говорить что-то негативное о работе Совета депутата городского округа, но, тем не менее, как работает с депутатом сегодня? Ну, я бы начал немножко не так. Я бы сказал все-таки, что ходить на выборы – это обязанность каждого, на мой взгляд, гражданина. Потому что потом... Это право. А я бы назвал это обязанностью. Потому что потом кричать с пеной у рта, что что-то тебя не устраивает, так приди и сделай так, чтобы тебя устраивало. Отдай свой голос за того, кого ты считаешь необходимым. И вот тогда ты будешь иметь моральное право что-то, чему-то возмущаться. Ну, а если ты никуда не ходишь, а вот готов просто поговорить, и далее слов этих дела никакого не будет, ну, несколько... На мой взгляд, это неправильная гражданская позиция. Я воспитан так и начал работать. Я так, что... Помоги сделать сам. Вот требуй потом. Объясни, расскажи, помоги. Сделай. А вот потом требуй. В позицию требовать у меня это стало никогда. А вот в 2009 году, когда подошел срок избрания нового состава Совета депутатов города Люберц, наверное, депутатство меня нашло само, потому что этому предшествовало уже почти 10 лет общественной активной занятости в родном городе. Скажите, депутат – это призвание? Это для кого-то профессия? Или кто-то вот пытается стать депутатом? Как вы считаете? Для вас это призвание? У всех свои точки зрения, да, и каждый по-своему оказывается прав, так или иначе. Для меня это мой долг перед родным городом, перед его жителями. У меня много примеров, как моих родных, как тех людей, которые, слава богу, с нами проживают на данный момент. Приведу пример Николая Павловича Бездетного, героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя. Его жены Валентина Ивановна. Те люди, на которых надо равняться. Те люди, которые, которых, к сожалению, очень мало сейчас. Я уже, конечно же, и о участниках Великой Отечественной войны сказать можно то же самое. Наше прошлое – это наша история, а вот без истории будущего быть, на мой взгляд, не может. Если мы начнем забывать то, что было, какими силами, какими потерями страна достигала того или иного своего уровня, тогда мы перестанем быть страной. Как говорится, без прошлого не может быть настоящего, уж тем более будущего. Но все-таки поговорим о настоящем. Вот у нас есть конкретный совет депутатов городского округа Люберца. Сейчас нас смотрят жители городского округа. Как вы расцениваете работу последнего времени депутатов, ваших коллег, вашу работу? Чего удалось достичь? Как часто вы... Как проходит эта работа? Сколько людей к вам обращается? Интересно узнать? Или это как-то келейно? Совет собрался и работает, никто об этом не знает. Я бы ваш вопрос разделил как минимум на три части. Давайте, начнем с первой. Деятельность непосредственно с всего совета депутатов. Давайте начнем с деятельности всего совета. Как вы ее оцениваете? Ну, будет несколько неэтичным оценить деятельность свою. Ну, ее даже оценивать избиратели. А, понятно. Совет депутатов оценивает работу главы и администрации. Если, да, так вот, норма такая, достойна. Потому что я помню те времена, и моим решением баллотироваться в депутаты первый раз в 2009 году, и этому решению послужило, так или иначе, то состояние дел в городе Люберц. Во всех его сферах же недеятельности, как в городском хозяйстве, так в культуре, здравоохранении, образовании и во всем остальном. Это и послужило. Потому что, ну, печально, но все было плохо. На самом деле все было плохо. Поговорка про дороги была актуальна, как никогда на тот год, для именно города Люберц. И желание работать, конечно, оно было велико. И в силу, конечно, более молодого возраста и какого-то активности своей, хотелось сделать все и сразу. Но быстро пришлось остановиться. Потому что тот бюджет, который был на тот момент, когда мы пришли... Не позволял. Он был примерно 470 миллионов рублей на город Люберц. На самом деле это сущие копейки. Через 5 лет он был почти миллиард. А вот тогда уже можно было чего-то делать. Ну, отсюда и появились, я вам хочу сказать, что тогда, в 2014 году, был такой сделан удар, такой прямо на самом деле по-другому не назвать, на ремонт поддонной территории по асфальтовому покрытию. Их было... У нас так получилось, что границы избирательных округов за эти годы менялись так или иначе. И получалось, что вот на тот момент в границах того избирательного округа было отремонтировано 52 придомовых территории только за один сезон, за лето. Ну, город такого не знал на самом деле. Потому что вот до 2009 года я родился уже на северной стороне города Люберц. Там я избирался три раза на северной стороне города Люберц. У нас было... На 2009 год было отремонтировано две дороги. Это улица Шевлякова, улица Коммунистическая. Все. Остальные все дороги были... В плане... Ну, скажем, самая к ним близкая – это улица Урицкого. Значит, улица Урицкого первый раз в своей жизни ремонтировала в 2011 году. Прожила до 2017 в том состоянии, в 2017 году ремонтировалась вновь. И кто-то скажет, что этот срок небольшой, но, простите, за эти года была проведена реконструкция микрорайона 1А. Снесены старые постройки, двухэтажные бараки, иначе их не знали, где люди 25 лет. Ну, это большая предыстория. До сих пор хранится переписка об... Тогда, в конце 80-х годов, было уже принято решение о признании ветхими этого жилья. Ну, потом, к великому сожалению, распад Советского Союза и... Пауза. Никому не стало это ничего нужным. И вернулись мы к этому вопросу только уже вот в 2009 году. Тогда у нас была команда, тогда избирался глава первым голосованием города Люберц. И мы шли к единой командой с главой Владимира Петровича Моружицкого и депутаты. Хорошо. А как сегодня ремонтируются дороги? Как ремонтируются придомовые территории? Я вам хочу сказать, планово. Планово это как? Ну, если требуется... Вот вы говорили, раньше было две дороги. Если он требуется, он выполняется. И вот за... Я же почему сказал, что вот хотел сделать все и сразу. Придя, увидя бюджет, ну, и добавил про вот эти 52 продумовых территории. Исходя из потребностей, конечно, что, ну, наверное, передвигаться надо все-таки люди и пешком ходят, не только на машинах ездят. И кто это? И это же наши родители, и бабушки, и дедушки, и молодые мамы с колясочками, детки бегают. Конечно, наверное, состояние асфальтового покрытия в местах проживания должно быть соответствующим. Чтобы никто не падал, не ломал себе руки, ноги и так далее, да? Ну, и содержать это покрытие тоже требуется. А я хочу сказать, что многое количество дорог, я молчу про придумовые территории, они просто банально не стояли на балансе. Для того, чтобы поставить на баланс, нужно сделать технический паспорт той или иной дороги, той или иной территории. Только потом ее муниципальное образование может принять на баланс. Хорошо, сейчас все дороги поставлены на баланс? Или есть еще, как пишут в GPS, неизвестная дорога? Ну, нет, по городу Люберц все, я считаю. Если есть какие-то проезды, то работа над этим ведется. Ну, уже по границам, уже по бывшим поселковам, уже территория единая, городской округ Люберца. Там эти вопросы, но они решаются успешно. Эта территория выявляется, принимается решение о бесхозяйности или какое-то иное. И дальше все по положенной цепочке выполняется. Все занимает свою работу. Вернемся к плановой системе. Вот сколько, я не знаю, в месяц или, может быть, в квартал происходит ремонт одновременно? Как этот план работает? Ну, нельзя исключать ямочный ремонт. Ямочный ремонт... Самое страшное, что есть в нашей жизни. Ну, он выполняется круглогодично. Он выполняется зимой, потому что работа выполняется специальным литым асфальтом с определенными добавками, которые позволяют это делать. И на качество эта заплата никак не влияет. Знаете, тут сразу возникает вопрос у любого гражданина. Ямочный ремонт почему-то ассоциируется всегда с каким-то бешеным количеством денег, который буквально зарывается в лучшем случае в землю, в худшем случае разворовывается. Вот как отследить? Да, а почему? Все открыто уж на данный момент времени. А нельзя сделать так дорогу, чтобы не было ямочного ремонта? То есть вот ремонтируем, через 5 лет опять ремонтируем? Можно сделать как? Вот я вам хочу сказать, улица 8 Марта. Вот если мы поедем со стороны Москвы по улице 8 Марта, приезжая бывший Ухтомский вертолетный завод, имени Камбул, ныне там сейчас будет микрорайон новый возведен, мы увидим с вами, что на улице Шевлякова и далее на улице Уринского, и далее на улице Попова стоят знаки. Проезд большегрузового транспорта запрещен. И налево, в сторону улицы Каскады. Уже хорошо. Стрелочка. Почему? Потому что там не надо ездить большегрузовому транспорту, он будет разбивать эти дороги. Ведется по многим направлениям работа о... Ну что это? Зона отдыха, зона продумавая. А чтобы мы... То есть мы можем уйти постепенно от ямочного ремонта? Или он останется с нами? Он останется в любом случае транспорт. И посещаемость сейчас не та, чтобы было количество машин в разы увеличилось. Но наряду с состоянием техническим дорог и подымовых территорий мы не можем не отметить все-таки условия передвижения по этим дорогам. Не только автомобилистов, но, соответственно, и простых пешеходов. А я вам хочу сказать, что вот начиная с 2009 года, по данный момент было обустроено только в границах избирательного округа нашего, номер 3, на данный момент, порядка 30 новых пешеходных переходов. За это время просто зебр банально. Потому что, вот, к примеру, взять улицу Уридского с пересечением улицы Коммунистической, это дорога, которая ведет с нескольких улиц Наташинский парк. Мы понимаем, что это дорога посещаемая, тем более в сезон, в летний период. Люди идут туда отдыхать. Идут опять мамы с детьми, старшие поколения и все. А там не было ни одного пешеходного перехода. То есть, ну, надо было дорогу перебегать. Таких примеров их масса. И вот эта программа безопасности на дорогах, она начала работать с 2009 года. Сейчас мы знаем, что эти светофоры Т7, которые моргают режимом пешеходного перехода, они оборудованы индивидуальной подсветкой. Сейчас уже светодиодный. Работа ведется. Хорошо. Сколько в месяц или в квартал ремонтируется дорог и придомовой территории? Мы не можем так сказать. Приблизительно. Ну, это не тот параметр, который можно назвать, приблизительно. Почему я говорю планово? Потому что если дорога подлежит, она ремонту, это очевидно. Проходит ее комиссионное обследование. Мы знаем, что сейчас создана инспекция дорог, которая проезжает и выявляет это все. Помимо нас, депутатов, которые также работают, мы делаем общую. Поэтому, конечно, мы работаем в плотной связке. У нас плотное взаимодействие. О взаимодействиях, о связях мы поговорим чуть позже. Сейчас будет небольшая пауза. И потом мы продолжим программу «Открытый диалог». Напоминаю, вы смотрите программу «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. А в студии у нас сегодня Дмитрий Афанасьевич Кристинин, депутат Совета депутатов городского округа Люберца, председатель правления Московской областной общественной организации с содействием ветеранам-инвалидам «Наше поколение». И говорим мы о работе депутатского корпуса. Ну, конечно же, о дорогах, о благоустройстве можно говорить очень долго. Программа наша «Все не вместит в себя». Вот как депутат, давайте мы конкретно теперь, помните, мы разделили, вы разделили на три части, к вашей конкретной депутатской работе. К вам приходят люди. Какие проблемы возникают? И с помощью кого вы решаете их? Надо ли куда-то обращаться? Куда-то просто направить человека? Или действительно задействовать какие-то глобальные связи, некое телефонное право? Как это происходит? Происходит это по-разному. Ну, всегда активно. Как, ну, хочу отметить, что огромные части задамывающих вопросов решаются быстро и на личных взаимоотношениях. Ну, одно то, что прием у меня осуществляется в территориальном подразделении ЖО-7, УАО и ЛГЖТ, уже говорит о том, что, ну, территория обслуживаемой организации, а вопросах когда-то, то есть содержание, то, конечно, если я принимаю в кабинете начальника ЖО, то если какие-то возникают спорные вопросы, мы, конечно, быстро снимаем. Я хочу вот за такую возможность, конечно, выразить огромную признательность Мамеду Кискиновичу Азизову, потому что все-таки он, как руководитель АОО и ЛГЖТ, понимая необходимость вот такого плотного взаимодействия с жителями, ну, позволяет осуществлять такой прием именно там, где это более всего необходимо оказывается. И за уже 10 более лет, когда это в одном месте происходит все, ну, конечно же, это людям известно. Да, и многие жители, наверное, направлялись к вам, понимая, что вот какая-то проблема, потом удивляются, что оказывается ее можно решить очень быстро, и надо было прийти, может быть, и пораньше. А есть нерешаемые проблемы? Я сторонник того, ну, я не скажу, что я вот такой мягкотелый, или как так сказать, но я сторонник компромиссов. Сказать, рэ, я могу. Вопрос, кому это говорить, к примеру, да, и вот почему люди занимают какую-то, там, твердую позицию, не идут кому-то навстречу. У меня это непонятно. Ведь два разумных человека могут всегда между собой о чем-то договориться, найти какой-то компромисс. Ну, не бывает так, что нет точек соприкосновения. Желание нужно. Вот будет желание, компромисс будет найден. Во многих случаях приходится выступать вот именно в роли такого, как вот посредника нахождения таких компромиссов. Но мы с вами понимаем, к примеру, возникает вопрос, бабулька с первого, с третьего этажа хочет, чтобы поставили лавочку на поддумовой территории. Безусловно, это решается только собранием общим жильцов. То есть так просто не за лавочку. 50% плюс один голос, как иначе. Но видите, на первом этаже проживает житель, который говорит, я не хочу здесь лавочку, здесь в ночное время будут происходить пьянки, пьянки, все остальное. Мне будут мешать спать. Я против этой лавочки. Как быть? Вот есть жилищный кодекс, который регламентирует следующим образом. Решение собственников. Общее собрание должно быть проведено. Но это правильно. Но логика подсказывает, что все жильцы скажут, давай лавочку, кроме этого одного несчастного, у окна которого будет лавочка стоять. Есть легитимно принятое решение собственников, которое обязателен к исполнению другими собственниками, соответствующей управляющей компанией. Но ведь, разговаривая с этим жильцом с первого этажа, можно ему просто объяснить, сказать, слушай, ну, наконец-то кто здесь может сидеть? Да вот это, к примеру, Петька, соседа, сын, друга моего. Ну, ты увидишь, что ты твоего друга сына, а ты сейчас с ним решим вопрос, это не можешь. Так правило происходит. Мы недовольны кем оказываемся? Теми людьми, которые с нами рядом проживают, с которыми мы как-то знакомы. Ну, вот оно, все, да, ведь просто объяснить по-человечески, сказать, слушай, ну, ты мешаешь сейчас, ты понимаешь, что вот маленький ребенок спит, там, к примеру, или я болею, и мне вот это тяжело. Ну, объяснить-то можно же, ведь попытаться человеку это. И чего, соглашаются? Ну, как я сказал, я сторонник компромиссов. Если бы они у меня не получались, я бы ими не занимался. Ну, не знаю, может быть. Всегда можно найти понимание, всегда. Бывают исключительные случаи, но, скажу честно, для меня это редкость. Как проходит ваш прием? Сколько приходит людей? Количество разное. В среднем, проще сказать, это по году. Бывает на один прием, может, и 10, и 12, и 15 человек прийти, бывало и такое. Может, и 2-3 человека прийти. А этими двумя-тремя ты все эти 2 часа занимаешься так, что на других уже и времени не хватит. Какие основные проблемы? Ну, это личный прием. Ну, видите, поскольку, как я сказал, мой мобильный телефон и личный, он широко известен, люди могут позвонить. И если у кого-то нет какой-то возможности, а вопрос, который человек хочет задать, касается именно какого-то места непосредственно проживания, то, ну, зачем уж человек приходил ко мне? Надо лучше выехать на место, посмотреть, что требуется конкретно, увидеть своими глазами, там, не по фотографиям, не на словах это понять. И уже далее принимать какие-то решения. Вот бы ты дорожную карту какую-то. Ну, вот хорошо. Какие основные вопросы вам приходится рассматривать как депутат? Все, что только можно. Ну, вот самые традиционные, самые, может быть, неординарные. О нахождении компромиссов между жителями мы поговорили. Да, о благоустройстве, безусловно, это то, что мы занимаемся и там, где мы понимаем, как это сделать. Но личные проблемы никто не отнимал. И когда они возникают, для меня есть один пункт, который сам для себя я установил. Никогда не отказывают никому в помощи. Может быть, что-то не получится, но квартиру купить кому-то нуждающемуся я не смогу. У меня нет таких финансовых возможностей. Что, очень бы выстроилось, я думаю, тоже. Соживаться на крик о помощи. Это в моих силах. Попытаться помочь, как это сделать. Как сейчас идет строительство в городском МОК? И кто занимается выдачей каких-то лицензий на строительство? Правительство Московской области. А как реализуют? Депутаты каким-то образом принимают в этом участие? Я приведу просто пример, что вдруг кому-то очень нужен дом в этом месте, а кому-то, наоборот, не нужен. Кто занимается этим? Как полномочия правительства Московской области. Рассмотреть те зонирования, виды использования, то, что он является в наших компетенциях, тем мы занимаемся. Но все основные вопросы решаются правительством Московской области. До 2014 года. Хорошо. И еще такой вопрос. Прозвучала Московская область, Москва недалеко. Понятно, что существуют трассы, понятно, что существует постоянная связь со столицей нашей Родины. Город Люберцы, городской округ Люберцы, как, собственно говоря, и многие другие города, и крупные населенные пункты, которые находятся в Московской области, не вдалеке от трасс, они тоже на устах многих, скажем так, жителей и Москвы, и других городов страны, они вынуждены ехать через Люберцы в Москву или из Москвы через Люберцы. Вот в этом направлении что у нас сейчас происходит? Как живут трассы, которые связывают нас с Москвой? Ну, мы знаем, что у нас начинается реконструкция Октябрьского проспекта. Я вам хочу сказать, что пробки на дорогах были в 1980 году, они тоже были. Страшно выговорить уже это в год Олимпиады. Но я считаю, что наша светофорная сеть, например, работает на должном уровне. Хочу привести пример светофорного объекта на пересечении улицы Инициативы на Митрофаново. Там светофор в режиме пешеходный переход работал 25 секунд. Этого времени не хватало для перехода. Он длинный 30 метров. То есть перелетать нужно. Ну, да, возникала сложность, обратились избиратели. И в плотном взаимодействии с администрацией, с главой Владимиром Петровичем Ружинским и СГИБДД, было принято решение на 10 секунд увеличить этот промежуток. И вопрос с жителями снялся. Но это про пешеходов. А те люди, которые, живя в Люберцах, потом едут в Москву работать? Либо наоборот... Ну, я вот не договорил. Мы начали... Сначала был тестовый режим, который... Потому что было какое-то мнение, что это для машин создаст сложности определенно. Но вышли из положения, должен был, обманом отрегулировать иные светофоры. И был найден компромисс. Светофор так, по данный момент, уже несколько лет работает, как требуют пешеходы этого. И, ну, постоянно сеть развивается. Но мы же понимаем, что автомобиль – это средство повышенной опасности передвижения, так или иначе. Потому что это несколько тонн кусок железа, грубо говоря, да, который несет определенные риски под себя для пешеходов. Хотелось бы, конечно, обратиться и к нашим автомобилистам, потому что, ну, все мы бываем пешеходами в этой жизни. За рулем мы постоянно его не проводим. Надо с пониманием относиться к тем людям, которые не сидят за рулем на данный момент, а передвигаются на своих двоих по городу. Им, конечно, тяжелее, чем тем, кто сидит за рулем. Ну, я вам должен сказать, что за рулем вот... Надо с пониманием к этому подходить. Давайте посмотрим вот место от станции Люберц, да, вот здесь недалеко от нас. Ну, нам пробка солидная. Что значит пробка? Пробка – это когда проходит 2-3 включения светофора, а ты стоишь на одном месте. Затор – это несколько иное понятие. А если ты стоишь, ты подъехал и стоишь в светофор, он в режиме для тебя красном находится, а потом, когда включается, ты начинаешь ехать, но это не пробка. Хорошо, а есть какая-нибудь, может быть, федеральная программа по строительству каких-то, новых способов передвижения от Москвы сквозь Люберц или через Люберц или мимо? Ну, у нас станция метро Лухмановска открылась не так давно. Все-таки это ближайшая, хоть это и Москва, но это ближайшая к нам территория. Это фактически, ну, минута до города Люберц. А там, ближе, центральные диаметры дойдут. Я вам хочу сказать, что по доступности, все-таки, на мой взгляд, городской округ Люберц, включая уже и поселки, я почему говорю, находятся далеко не на последнем месте в Московской области. Есть территории, которым, внимание, это более необходимо. Федеральных областных властей. Мы работаем и в этом направлении. Я считаю, что у нас все выполняется успешно, и перспективы дальнейшего развития у нас есть. 10-15 секунд на ответ на один вопрос. Экология. Знаете, когда выбирают, где жить, не постоянные жители городского округа, да, а дачники, назовем их так, Люберц у нас в какой зоне сейчас с точки зрения экологии? К великому сожалению, построить частный дом в границе городского округа. Нет, я имею в виду, нет, просто жить, приехать, с точки зрения воздуха, это как-то отслеживается? Я вам хочу сказать, что я здесь родился, я здесь вырос, я здесь продолжаю проживать. И так же и моя семья. Поэтому, если какие-то вопросы возникают, они требуют решения. И мы этим должны все вместе заниматься, как власть, так и жители. Но я считаю, что район далеко не худший. Экология в нем. Если бы не было некоторых московских точек возникновения неприятных запахов, было бы гораздо лучше. Но это все в наших руках. Да, это уже другая тема. И хочу сказать, что полигон Некрасовка был в свое время закрыт все-таки, а это была свалка именно та, которая была на нашей территории, находилась. Понятно. Спасибо большое. Спасибо большое. Сегодня у нас в студии был Дмитрий Афанасьевич Кристинин, депутат совета депутатов городского округа Люберцы, представитель правления Московской областной общественной организации за содействие ветеранам и инвалидам в наше поколение. Спасибо вам большое. Огромное спасибо. Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин